Вот именно что, 5 секунд. Ты вот прям не замечаешь. Вот бац-бац, они все перед тобой вот так вот ходят, все над тобой вот так вот возле тебя. Неприятными впечатлениями клиентка салона красоты «Симфония» делится охотно, но личность свою раскрывать не желает. Говорит, что хочет уберечь других от ошибки, которую совершила сама. Получается, вот они давят на психику. То есть, вот вы замужем, вы должны выглядеть хорошо, у вас ребенок, вот вы там пойдете в детский сад. Что вам стоит просто походить на услуги? Это же стоит копейки вам месяц, вы же зарабатываете. Они с ног до головы вас облизывают, можно сказать. То, что вы такая королева, и все. И там вам ловшу на уши вешают, и ты реально как в эйфории какой-то находишься. Но в эйфории оставаться пришлось недолго. После непродолжительных сеансов, в течение которых косметологи то и дело пытались продать Татьяне побольше ненужной косметики, салон внезапно закрылся. Сегодня клиенты салона красоты «Симфония», которые уже взяли стотысячные кредиты, придя за услугами сюда, обнаруживают лишь запертые двери. Организация объявила себя банкротом, но косметологи испарились, не оставив никакой информации о своем местонахождении. Теперь в полиции уже лежат более 30 заявлений от обманутых клиентов. В настоящее время проводится по данному факту проверка, выясняются все обстоятельства, устанавливаются владельцы, собственники данного салона. По результатам проверки будет принято процессуальное решение. Потерпевшие жалуются, что даже не понимали, как на них оформлялись кредиты. Кто-то подозревает чай, который предлагали в салоне, кто-то одурманивающие маски для лица. Самые продвинутые утверждают, это техники лингвистического программирования. Но это легкое внушение, оно как раз и связано с тем, что те, кто это делает, попадают в зону, в которой человек особо чувствительный. Например, человек особо чувствительный относительно своей внешности, может попасть в ситуацию, когда вот эти характеристики предложения, они попадут в эту зону особой чувствительности, и он с большей вероятностью примет предложение. И подобных предложений остается в городе масса. Теперь все, кто пострадал от симфонии, станут осторожнее принимать красивые предложения. Сергей Григорьев, Николай Ситников, Яна Скубко, Красноярское время.